Привет дорогой зритель! Решил немножко протестировать еще камеру Redmi Note 6 Pro и заодно распаковать пару, ну не пару, четыре посылочки. Две из них с Pandao, а две с Ali. Давно хотел их распаковать, тут там не особо чего интересного на самом деле, но в целом, что они валяются запечатанными. Надо посмотреть, что там такое пришло. Ну ножичек очень удобный для рыбалки, для того чтобы там лесочку перекусывать и так далее и тому подобное. Что такого перекусить-то? Чпок, блин, вообще без проблем перекусывает. Место занимает немного, в сложенном состоянии абсолютно безопасен. В целом, кому это надо, вещь полезная, ссылку положу. Так, здесь у нас чего такое? Здесь у нас два кобелечка, не просто кобелечка. Они были с кэшбэком EPN 90%, то есть они там стоили каких-то там 2 доллара, грубо говоря, не стоили, а при этом берешь и используя кэшбэк EPN, они там 1.80 возвращаются, уходят они за 20 центов. Кабели не простые, а кабели с вот такой вот финтифлей. Вещь достаточно интересная, полезная. Так, на чем бы тебе показать, дорогой зритель? Что-то я вот ни одного телефона под рукой не вижу. Ахахахахахахах. Ну да не суть. Смысл заключается в чем? Мы берем вот эту вот часть, там Type-C, либо для яблока, либо microUSB. Вставляем в телефон, и оно постоянно там торчит, чтобы, ну, ничего не разрушалось. Потом в любой момент мы присоединяем к кабелю и идет зарядка. Магнитные, так сказать, кабели. С 90% кэшбэком что-то вышли там каких-то вообще там 2 копейки. По качеству проверять, наверное, не буду заморачиваться. Ну, скорее всего, работают. А вот проверка пандал. Да, основной минус пандал заключается в том, что они указывают, ну, как есть, что здесь, мобильный телефон стоимостью 62,99 евро. Ну, реально, он там не на пандал обошелся 3200, а здесь они пишут 21,99 долларов, ну, 22 долларов. При этом, учитывая, а он обошелся 1800 рублей. Учитывая то, что у нас сейчас лимиты 500 евро в месяц стали, ну, что-то как-то немножечко боязно. Ну, стандартно, значит, где-то вот они лежат на складе, да, в таком запечатанном виде со штрих-кодом. Ты берешь, соответственно, его заказываешь, и там просто человеку на склад приходит задача, то, что вот такой-то телефон запакуй, да, и, собственно говоря, отправь. Запаковал, отправил. Фулфилинг, по-моему, это дело называется. Значит, Хонтон ХТ-16. Немножечко помялся, упаковка, понятное дело. Топать издалека в Россию. Какой-то ты легкий, по-моему. Топать издалека в Россию, без каких-либо там пупырок и так далее. Тоже Хонтон. Тоже где-то записывал, какой он там. С2, Хонтон С2. Такая оригинальная достаточно получается. Ой! Скрепочка улетела, упаковочка. Что это за колхоз такой? О, блин, а прикольно, кстати, смоется. Реально, прикольно смоется. Чем-то на S2 Xiaomi похож. Не знаю, сейчас попробую на него сделать обзорчик на один и на второй телефон. Но обзор, наверное, видимо, будет коротенький до безобразия. То есть, в принципе, это по комплектации ОТГ-кобелёчек даже положили. К нему можно заряжать ещё кого-то, что ли, получается. Силиконовый бампер. Инструкцию по эксплуатации, короче. В общем, рожа кожа шик с надрывом за там, ну, недорого. Да, чтоб тебя. Вот так, как тебя запаковать? Как тебя запаковать? Всё, вот так вот тебя запаковал. Ну, скрепочку забыл положить, скрепочку назад кладём. И ХТ-16 давайте тоже посмотрим. Ну, он простенький, да, ужас. То есть, ну, что мы от него там хотим? У него гикооперативки 8 встроенные. То есть, там, ну, реально, от этого остаётся, наверное, вот шиш да маленько. Не забываем, что хом-то надо открыть, вынуть. Ну, вот они прямо специально пишут, чтобы не кричали люди, что всё плохо. Вынуть аккумулятор и снять с него плёночку, да. Потом поставить назад и, собственно говоря, пользоваться. Тоже прикольно так машинка выглядит. Ну, там, такая ребристенькая. Ну, тоже, наверное, небольшой какой-то обзорчик сделаю. Наверное. Хотя я не знаю, что тут делать за обзор. Если стоит он, ну, как бы, вот прям вот, ну, совсем-совсем недорого. Хотите, не хотите обзор, да, там, ну, напишите и, собственно говоря, от этого спляшем. Мне больше просто нужно было не вам там чего-то сейчас показать, да, а распаковочку сделать на камеру. Потому что, ну, понятное дело, там могут приходить и шоколадки, и всё, что угодно. Ссылки на эти вещи-то я, конечно, положу. Правда, не на Пандау, потому что на Пандау я никому не рекомендую покупать. Короче, лотерея ещё та, всё, вот никак у меня видео про него заснять не получается. Ну, думаю, скоро засниму и смогу вам выложить. Я с вами прощаюсь. Напиши, что ты думаешь про Пандау, что ты думаешь про эти телефоны, делать на них обзор или, ну, его в болото взять их просто и избавиться, да и ладно. Так, ну, и, собственно говоря, давайте посмотрим, какое получилось качество видео с Redmi Note 6 Pro. Засим, пока всё. До скорых встреч. Увидимся. И вот кнопочка, да, от Blitzwolf. Хоп, и сейчас видео остановить должен.